Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече и поговорим сегодня про изменения, которые произошли в 2024 году, то есть в новом году. Основные, скажем так, изменения произошли по НДФЛ. Вот мы про эти изменения сегодня и поговорим. Вы видите на экране наши контактные данные, наш электронный адрес, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобным, например, время проведения вебинара или вы не смогли досмотреть до конца, вы можете через некоторое время обратиться к сайту. Мы выкладываем записи вебинаров и вы можете комфортно, удобно для вас время посмотреть нужную информацию не только по этому вебинару, но может вас еще что-то заинтересует, какие-то другие материалы. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Адинас Галина Гартышева. Итак, мы приветствуем вас на нашей встрече. А программа нашего вебинара, о чем мы будем сегодня разговаривать, то есть мы поговорим про НДФЛ, как я уже говорила, про изменение периодов начислений и удержаний, которые с этого года у нас уже как де-факт, так сказать, в обязательном порядке мы должны применять. Поговорим про компенсационные выплаты и про изменение размеров социальных выплат, то есть социального пособия. Проговорим про моратории по налогообложению материальной выгоды и про новые формы отчетов. Мы разберемся, что это, с какого момента действует и как составлять. Ну и, соответственно, дополнительная информация, которая будет возникать по ходу пьесы. Мы будем с вами смотреть ее на слайдиках, которые вы видите, у нас здесь расположены. И параллельно мы будем переключаться на демо-версии. Сейчас я переключусь на демо-версию зарплату и управление персоналом. И вторая программа демонстрационная, с которой мы будем работать, конфигурация 1S ERP. То есть мы будем рассматривать некоторые моменты, так сказать, про которые поговорим, так сказать, на местности вживую. И будем смотреть некоторые моменты, как, например, где создать какие-то документы и как сделать какие-то настройки. Сейчас переключаемся с вами на слайдики. И здесь мне хотелось бы сказать вот о чем. Поскольку изменения, к сожалению, у нас происходят каждый год и достаточно серьезные, то и этот год не стал исключением. Единственное, что, конечно, радует, что это не такие революционные изменения, как в прошлом году, когда вводили и ЕНП, и объединение фондов и так далее. Но, тем не менее, изменения и в этом году присутствуют. В основном они касаются НДФЛ и ужесточения, если можно так сказать, требований и условий по начислению этого налога. Но сначала мы с вами поговорим про периоды начислений и удержаний. Как вы, скорее всего, уже знаете, в этом году у нас отменена возможность уведомления. То есть, если мы... Неправильно сказал, извините. Отменена возможность платежными поручениями перечислять налог. То есть, с этого года мы можем только отправлять уведомления. То есть, в прошлый год у нас был переходный период, когда мы могли по выбору либо платежные поручения, либо уведомления. Сейчас у нас остались только уведомления в обязательном порядке. Вы видите на экране ссылку на нормативные документы, согласно которым у нас это методика, этот механизм запущенную работу. Ну и, соответственно, это надо обязательно учитывать. Единственное, что здесь у нас есть некоторые послабления. То есть, с 1 января мы с вами платежки со статусом 0,2 уже не можем подавать. Значит, когда мы с вами делаем платежку в статусе 0,1, вы видите КБК, и, соответственно, что мы должны подавать не позднее 25-го числа и так далее. Но это уже эти сроки не новость. То есть, они уже действовали практически весь прошлый год. А послабление заключается в том, что если в этом году мы ошибаемся в каких-то параметрах, то есть, неправильно заполнили уведомления или вообще его забыли отправить, то в этом году с 1 января по 31 декабря 24-го года пени за такие нарушения начисляться не будут. Но обратите внимание, что есть только пени. То есть, остальные штрафные санкции при этом у нас как бы остаются в силе. Немножко переключимся сейчас мы с вами на демо-версию. И сначала я вам хочу показать слайдик. То есть, как вы видите, сейчас у меня запущен слайдик этот из демо-версии ERP. И где у нас находятся уведомления по налоговому платежу. Это у нас раздел регламентированный учет. И вы видите красное выделение. Это блок для работы с уведомлениями. Сейчас мы с вами переключимся на демо-версию. Вот она у нас регламентированный учет. Вот этот раздел. И вот то, что у нас было выделено на слайдике. То есть, работа с единым налоговым счетом. Значит, соответственно, если мы говорим с вами про уведомления, то вот этот раздел мы проваливаемся в него. И здесь уже создаем, соответственно, уведомления, которые мы должны отправить. В дальнейшем, собственно говоря, здесь ничего нового не изменилось. Если у нас все выполнено верно, и, например, мы создали с вами в зупе выплату, начисление зарплаты, выплату, то есть полностью цикл, то в последующем нам необходимо только завершить этот процесс формированием. Сейчас переключимся. То есть в этом случае мы с вами делаем отражение начислений в бухгалтерском учете. И, соответственно, в этом случае у нас уже будут действовать все настройки, которые мы задали для формирования вычислений, то есть проводки, которые мы задавали. И сейчас вы видите у меня в зарплате управления персоналом открыта начальная страница. И, соответственно, когда мы с вами работаем с зарплатой, мы с вами будем иметь раздел «Заработная плата». И вот у нас здесь есть настройки, то есть отражение зарплаты в бухгалтерском учете. Ну, естественно, оно должно быть у вас настроено согласно вашим бизнес-процессам, то есть, соответственно, производственные работники, ТРФ и так далее. И после того, как переносится сведения о начислениях, отражение зарплаты, мы уже с вами можем работать в другой конфигурации. Например, если у вас бухгалтерия или, ну, в зависимости от того, что у вас установлено, например, либо бухгалтерия предприятия, либо ЕРПИ, в этом случае хочу обратить внимание вот на что. Поскольку у нас очень часто происходят обновления сейчас, во всяком случае при закрытии года обязательно нужно обращать внимание на такой момент, то есть на актуальность вашего релиза. Посмотреть, какой у вас релиз мы можем вот по этой пиктограммке, меню о программе. Пункт о программе у нас с вами дает возможность посмотреть версию платформы и, соответственно, конфигурация, которая установлена. От этого зависит актуальность отчетных форм, ну и, соответственно, та отчетность, которая передается уже в дальнейшие инстанции, то есть либо в налоговые органы, либо в единый социальный фонд и так далее. И уже после этого, когда вы убедились, что вы работаете на последней конфигурации, вы можете совершенно смело формировать и отчетность, и уведомления, и все нужные вам другие документы регламентного учета. Сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайды. Вот еще раз повторюсь, тот слайд, который мы с вами уже посмотрели, этот слайд из ERP, соответственно, по формированию уведомлений. И второй слайд, мы его тоже с вами уже видели сейчас только что на демоконфигурации, то есть это сформированное уведомление, которое должно быть отправлено в налоговые органы. Кроме того, что сейчас изменился механизм формирования уведомлений, то есть теперь мы не можем посылать вместо уведомления другие документы. У нас есть еще рьготы, которые вступают в действие с 2024 года, с января, и в принципе обязательно их нужно учитывать. Эти изменения связаны в основном с, если можно так сказать, местными локальными актами, то есть с нормативными документами, которые регулируют определенные шаги, которые необходимо оформить на предприятии для того, чтобы ваши локальные нормативные акты соответствовали законодательству. Ну, то есть первое изменение – это введение компенсационных выплат. То есть если раньше у нас были компенсационные выплаты, например, суточные, командировочные, то для работников, которые работают, имеют работу разъездного характера, ну, например, вахтовый метод, в этом случае была возможность у некоторых предприятий, которые таких работников имеют, ну, оптимизировать налоговые платежи за счет того, что, соответственно, в местных локальных нормативных актах прописывалась сумма, допустим, компенсации достаточно высокая. Сейчас приведено в соответствие, то есть такая возможность убрана, и приведено в соответствие начисления и суточных, и командировочных. То есть определены суммы, точнее, суммы, которые касаются этих начислений. То есть 700 рублей за каждый день командировки по России и 2500 рублей за каждый день командировки по другим странам. Вот здесь нужно сразу дифференцировать, что такое командировочные, что такое суточные. То есть чем они отличаются, когда они у нас используются. То есть командировочные – это деньги, которые мы платим сотруднику за то, что он находится в командировке. То есть это расходы на проживание, на питание, на проезд, например, транспорт внутри города. И, соответственно, по таким расходам сотрудник должен предоставить авансовый отчет и оправдательные документы, то есть квитанции, билеты, ну, то есть документы, которые подтверждают произведение этих расходов. А суточные – это деньги, которые идут на дополнительные услуги, на их оплату. И в этом случае у нас тоже, соответственно, лимиты установлены – 700 рублей, 2500 рублей. Здесь важно проверить, ну, во-первых, актуальность вашей версии, чтобы там уже были внесены регламентные отчеты, соответственно, скорректированы и так далее. И, естественно, проверить учетную политику вашего предприятия. Учетная политика, в любом случае, если вы сейчас будете заниматься закрытием года, то есть в любом случае вам нужно проверять учетную политику на предмет соответствия лишним законодательным актам, которые были приняты, вот начиная, введены в действие, начиная с 1 января 2024 года. Сейчас мы с вами посмотрим вот такой слайдик. Итак, это наша учетная политика. Я сейчас переключусь на демо-версии. И, значит, посмотрим, что обязательно нам нужно просмотреть сейчас в нашей учетной политике. То есть, поскольку у нас были изменения, которые затронули налоги, ну, в частности, больше всего затронули НДФЛ, дальше были затронуты лимиты на социальные выплаты, на социальные пособия и так далее, то, собственно говоря, пойдем мы с вами смотреть вот сюда. То есть это у нас ERP-шная база. И смотрим мы с вами раздел НСИ и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. Поскольку у меня первоначально была установлена настройка, что я веду мультифирменный учет, то есть у меня несколько организаций, то я в разделе НСИ и администрирование выбираю пункт организации. Вот список моих организаций. Ну, допустим, вот посмотрим мы с вами ROM-ресурс. У нас открыта карточка организации. И здесь, вот так, когда я вверх курсор вывожу, у меня есть закладочки. Интересуют нас, собственно говоря, в учетной политике то и те разделы, которые претерпели изменения. То есть это учетная политика, закладочка, и закладочка зарплаты кадров. Значит, на закладочке учетная политика нас интересуют два момента. Ну, во-первых, сама по себе учетная политика не правила ее создания, утверждения. Здесь у нас ничего не поменялось. Только в том случае изменения мы вносим, если, например, мы перешли суд на новый режим, например, упрощенку стали применять. Или какие-то такие же действия, когда у нас изменялась система налогообложения. Поэтому систему налогообложения мы не трогаем. То есть я считаю, что у меня все как в прошлом году. То есть общая система налогообложения. Соответственно, финансовый учет у меня тоже не изменялся. И интересовать меня будет в этом случае. Здесь это политика бухгалтерского учета. То есть если я что-то изменяю в этом случае. И обратите ваше внимание на такую настройку. То есть ведение воинского учета. Ну, соответственно, все остальные я тоже должна просмотреть. Но воинскому учету необходимо уделить особое внимание. Почему? Потому что было очень достаточно сильное ужесточение по штрафным санкциям, которые касаются именно ведения воинского учета, уведомления сотрудников каких-то, например, о получении повесток и так далее. И располагается у нас это с вами на закладочке зарплата и кадры. И это тот раздел, который требует дополнительной активации. То есть нам обязательно нужно проверить воинский учет. И что у нас он отмечен. Что расчетный период, например, 24-й год. И, соответственно, здесь я пишу, что на 24-й год у меня заполнено сведение про воинский учет. И, собственно говоря, это уже больше дело производства. У меня сформированы два вот таких вот документа. Ну, во-первых, план работы по осуществлению воинского учета. Если у меня заполнена карточка моего предприятия корректно, то есть снесены все необходимые сведения, то, естественно, здесь заполнятся все сведения и про руководителя, и про фамилию. И здесь, соответственно, у меня тоже будут указаны и должности, и фамилии, и должность ответственного. И после этого документа формирования это приказ о воинском учете. То есть по аналогии с учетной политикой я составляю саму учетную политику и приказ о ее применении на следующий год. Точно так же у нас формируется и план работы по воинскому учету, и приказ о ведении воинского учета. Все остальное, собственно говоря, у нас формируется автоматически. И напомню, что при приеме и при увольнении, то есть при составлении вот этих документов по кадровым мероприятиям, мы должны подать не только сведения в единый социальный фонд, но и подать сведения в воинский комиссариат, соответственно, по сотрудникам, которые у нас либо приняты, либо уволены. Так, сейчас мы это с вами закроем и не будем изменять. То есть, соответственно, раздел учетная политика в части зарплаты, настройка зарплаты и в части учетной политики мы с вами должны обязательно проверить, потому что регистрационные данные, адреса телефона чаще всего меняются редко, а вот это тоже информация, которая, во-первых, обновляется часто, а во-вторых, ну, постоянно используется. После того, как мы с вами посмотрели вот эти настройки, мы с вами снова переключаемся в наши слайдики. То есть мы с вами посмотрели эти настройки, и теперь можем вернуться, так сказать, к компенсационным выплатам, то есть то, что касается НДФЛ. В этом случае у нас с вами, обратите внимание, вот на такую нормативную информацию. Про вахтовый метод я уже говорила. То есть в этом случае у нас дотрагивается локальный нормативный акт. Это коллективный договор. Ну и, соответственно, положение об оплате и о примировании. Как я уже говорила, до этого года на отбавке по пользу налогоплательщиков были арбитражные дела, по которым такие доплаты, надбавки за вахтовый метод доходили до 40-50%. Вы видите ссылку на арбитражное дело, которое, ну, как бы очень наглядно иллюстрирует такую ситуацию. И вот в этом году такая налоговая оптимизация у нас уже не будет проходить, поскольку не облагается НДФЛ. В этом случае сумма 700 рублей, то есть как при суточных, так и при командировочных, 700 рублей по России и 2500 по зарубежным странам. И с 1 января этого года это положение у нас уже действует, уже, естественно, это нужно учитывать. Еще одна тонкость. То есть у нас с этого года, в общем-то, систематизировано, скажем так, даже не откорректировано, а именно систематизировано начисление НДФЛ для удаленщиков и по резидентам и нерезидентам. То есть здесь получается очень интересная ситуация. То есть с этого года у нас выплаты работникам, нерезидентам. Ну, чаще всего это имеется в виду гастарбайтеры, естественно. То есть у нас достаточно большое количество таких работников. Значит, начисляется НДФЛ так же, как и работникам-резидентам. То есть раньше нужно было отслеживать, что у нас не потерялся статус нерезидента, что человек 183 календарных дня был у нас на территории нашей страны. Иначе в этом случае мы удерживали 30% с него подоходный налог, а не 13% как с резидентов. И здесь у нас теперь действует... Ну, во-первых, у нас изменилась предельная величина для начисления страховых взносов. То есть у нас в этом году 2 миллиона 225 тысяч на каждого сотрудника. В прошлом году это был 1 миллион 917 тысяч. Теперь, соответственно, единая ставка у нас... Больше база. И ставка на НДФЛ с ней резидентов у нас приравнена к резидентам. То есть мы теперь не дифференцируем. И несмотря на то, что кажется, что ставка вроде как понижена, на самом деле, если... Вот посмотрите, здесь у меня написана ссылка. То есть на самом деле это кажущееся снижение, поскольку в итоге начисления получается больше, поскольку раньше работникам-невезидентам вообще можно было обойтись без начисления НДФЛ, как рабочее место в иностранном государстве. И еще одно, что стоит обратить внимание, это социальные выплаты по вычетам. То есть, как вы помните, у нас есть целый перечень социальных налоговых вычетов. Это обучение, лечение и так далее. И сумма, которая у нас была, это была 120 тысяч, 55 тысяч это у нас было на обучение детей. В этом году сумма вычета увеличена до 150 тысяч. И, соответственно, на обучение сумма 110 тысяч рублей. Соответственно, затронута была еще и работа удаленщиков, то есть работа на удаленке. В этом случае НДФЛ начисляется по месту нахождения работодателя, независимо от того, где находится сам работник. И, собственно говоря, кроме размера социального вычета, серьезных изменений здесь у нас не было. То есть, правила получения этого вычета у нас остались такие же. И, собственно говоря, сейчас я просто напомню, какие у нас вычеты существуют. То есть, социальный налоговый вычет у нас есть на обучение. Обучение детей, это у нас отдельный пункт. На лечение, кроме дорогостоящих видов, на физкультурно-оздоровительные работы. В прошлом году у нас были изменения по этому пункту на взносы на негосударственное страхование, дополнительные взносы на накопительную пенсию и, обратите внимание, на независимую оценку квалификации налогоплательщика. Этот вычет работодатель не предоставляет. Вы можете его запросить при подаче декларации в налоговый орган. Ну, естественно, по окончанию года. Этот не очень часто вычет применяться, но, тем не менее, он у нас присутствует. Обратите внимание, что вот сейчас мы с вами говорим практически про нормативные акты, то есть локальные нормативные акты, изменения в учетной политике и так далее. То есть, это все административные мероприятия, которые, в общем-то, не слишком связаны с методикой работы самой конфигурации. Больше мы там смотрим, так сказать, обзорные экскурсии. Но, тем не менее, чтобы разобраться, что мы должны сделать в конфигурации, нужно понимать, что мы хотим добиться в теоретическом формате. То есть, еще один момент, который, в общем-то, тоже нужно, в обязательном порядке его нужно учитывать, но требуется разобраться, что это такое. То есть, с 1 января у нас, как вы знаете, обязательно подавать два уведомления по начислению НДФЛ. То есть, у нас НДФЛ формируется с 1 по 22 число текущего месяца. В этом случае мы его подаем и оплачиваем до 28 числа текущего месяца. А вот период с 23 по конец месяца у нас попадает уже в другой период. И, соответственно, мы оплачиваем его уже в другие даты. Немножко как бы в стороне исключение составляет у нас декабрь. То есть, в декабре с 23 по 31 декабря мы должны подать не позднее последнего рабочего дня текущего года. Ну и, соответственно, порядок предоставления расчетов 6 НДФЛ у нас тоже изменился. То есть, нам нужно будет подавать не с 1 по 22 число, как мы раньше подавали, а нужно будет подавать за календарный квартал, полугодие, 9 месяцев и так далее. Ну и появилась новая форма 6 НДФЛ. Вот здесь, обратите внимание, нужно разобраться, что и когда мы должны по новой форме предоставлять. То есть, новую форму 6 НДФЛ мы должны будем предоставлять по отчетности уже за текущий год. То есть, за первый квартал 24 года. Сейчас мы с вами будем подавать отчетность за 2023 год. Ее мы подаем еще по старой форме. То есть, новая форма отчета 6 НДФЛ будет подаваться уже за 2024 год. Еще один момент, который тоже нужно в связи с этим обязательно проговорить. Это материальная выгода. То есть, это на самом деле достаточно конфликтный раздел, который вызывал очень много возмущений и, скажем так, претензий и со стороны налоговиков, и со стороны квартиров. То есть, это материальная выгода, с которой мы должны были начислять. То есть, это экономия чаще всего на процентах по займам, которые являлись материальной выгодой, и с них должна была начисляться должен был начисляться НДФЛ. В последующем, с 2021 по 2023 год, включительно, соответственно, был принят мораторий, по которому такие выплаты, такие начисления были освобождены от НДФЛ. То есть, начисление процентов по НДФЛ по материальной выгоде было приостановлено. И это было внесено в налоговый кодекс. А вот с 1 января текущего года освобождение материальной выгоды от НДФЛ у нас прекратило действие. То есть, мы снова вернулись к порядку, который действовал до вот этого моратория. И на это обратите, пожалуйста, внимание. Потому что, если раньше, допустим, до 17-18 год, механизм был такой, что посчитали материальную выгоду, с нее удержали подоходный налог, и в обязательном порядке его перечислили. То есть, если вы не перечислили материальный налог НДФЛ с материальной выгодой, то, соответственно, налоговики вам предъявляют штраф и все остальные сопутствующие, ну, скажем так, санкции. После приостановления, это, ну, как бы, вот при начале действия моратория вздохнули с облегчением, что это не надо делать. А вот теперь, с 1 января 2024 года, мы снова начисляем материальную выгоду и с нее удерживаем НДФЛ по ставке 35%, и, соответственно, перечисляем эти суммы в налоговые органы. При этом, обратите внимание на такую тонкость, что эти 35% мы удерживаем и по займам, которые были выданы до 2024 года. То есть, если, например, вы формировали учредителю или каким-то руководителем выдачу займов, которые могли висеть, ну, скажем так, до скончания века, потом по ним стало нужно начислять НДФЛ и перечислять его в налоговую. Потом все вздохнули с облегчением и мораторий освободил от этой необходимости, то теперь эта ситуация снова вернулась на круги своя и снова займы, которые были выданы давно, обязательно для начисления НДФЛ. Как я уже говорила, это у нас просто нормативная информация, которая иллюстрирует то, что мы уже с вами проговорили по поводу новой формы 6 НДФЛ. То есть, за 2023 год мы сдаем отчеты по старой форме. Вы видите ссылочку на приказ, который у нас с вами, ну, как бы регулирует эту форму, применение этой формы отчетности. И согласно вот этому нормативному акту, приказ тоже налоговой инспекции, как вы видите, это у нас 649, а это был 753. То есть, у нас новая форма 6 НДФЛ, мы ее заполняем по итогам первого квартала. Но самое печальное в этом случае у нас то, что с 2024 года мы ставку НДФЛ определяем по совокупности налоговых баз. То есть, соответственно, у нас в этом году закончился переходный период, когда мы определяли базу по НДФЛ, по каждой налоговой базе, по отдельности. И в этом году мы теперь должны просуммировать все базы для определения налога. То есть, если у нас работник работал, например, где-то по совместительству или еще на каких-то условиях по трудовому соглашению, то теперь необходимо суммировать все базы для определения ставки налога. То есть, у нас будет 13%, либо свыше 5 миллионов доход будет уже 15%. То есть, на это нужно обратить особое внимание, потому что, соответственно, если мы не учтем такую возможность, то есть, не учтем возможность то, что у человека несколько, например, мест работы было, то, соответственно, у нас получится занижение налоговой ставки, ну и соответствующее шлейф всех, так сказать, штрафных санкций. Еще один момент, как мы с вами говорили в самом начале, то есть, любые изменения законодательства мы должны отражать в изменении к учетной политике. Соответственно, механизм внесения этих изменений у нас не поменялся. То есть, мы можем полностью сделать новую учетную политику на, допустим, текущий год и ввести в действие ее приказом, либо мы можем сделать только дополнительные какие-то пункты изменить, то есть, не менять всю налоговую политику. И, соответственно, в этом случае у нас будет не приказ от введения новой учетной политики, а будет только введение, внесение изменений в налоговое правительство, изменений в учетную политику. Обратите внимание, что обычно же мы делаем два документа по учетной политике, то есть, налоговая учетная политика и бухгалтерская учетная, бухгалтерская науковая политика. На экране вы видите, в общем-то, такие законодательные требования, в каких случаях мы должны принять какие-то изменения в учетной политике. Как мы уже говорили, то есть, учетную политику, если у вас вот есть такие пункты, как перечислены на экране, то вы можете в этом случае полностью поменять учетную политику. Еще один момент. Это, ну, скажем так, это больше, наверное, практическая тонкость, чем программная. То есть, когда мы с вами создаем либо новую учетную политику, либо вносим изменения в учетную политику, то приказ о введении учетной политики у вас должен быть датирован прошлым годом, не позднее, 31 декабря. Если у вас приказ о применении учетной политики будет датирован, например, 1 января этого года, то в этом случае будет окажется, что ваша учетная политика будет действовать только с 1 января следующего года, то есть на этот год, на текущий год у вас в учетной политике с изменениями, которые вы хотели внести, в нее не будет. Ну, собственно говоря, работа с единым налоговым платежом уже за этот год достаточно хорошо обкатана, поэтому сам механизм, как работать с налоговым платежом, уже рассмотрели со всех сторон и практически все информационные ресурсы давали свои комментарии. Единственное, на что стоит обратить внимание, что в течение 2023 года изменения, которые касались НДФЛ, у нас были такого плана, что платежи по НДФЛ имеют приоритетную направленность и, соответственно, при перечислении средств на единый налоговый платеж у нас в первую очередь будет списан налоговый платеж по НДФЛ, а уже после него будут списываться другие платежи по другим налогам. То есть вот это обязательно нужно учитывать, не забывайте перечислять в достаточном объеме для погашения всех налоговых обязательств. Собственно, все настройки, которые касались единого налогового платежа, у нас уже выполнены в этом году и, собственно говоря, это касается только субсчета по счету 68, это у нас 0,9 субсчет, и по нему проходят налоговые платежи. Сейчас мы с вами снова переключимся на демо-базу и посмотрим вот какой еще момент. Мы проговорили с вами про регистрацию в воинских комиссариатах про воинский учет. Еще раз свернемся, то есть у нас с вами было мы должны были активировать через дополнение к учетной политике, то есть это у нас зарплата и кадры, и воинский учет, вот он у нас этот раздел, через ссылку изменить. Мы по гиперссылке проваливаемся и включаем, активизируем эту функциональную опцию. После этого у нас и в разделе кадры появляется соответствующий блок воинского учета и в разделе заработная плата. То есть здесь у нас тоже появляется возможность формирования документов и по воинскому учету и соответственно по отчетности. Здесь нужно сказать вот что. То есть допустим, если вы работаете в связке с ERP и зарплатой управления персоналом, то есть вы ведете отдельно, раздельно учет заработной платы в конфигурации зарплаты управления персоналом, вот он у нас, да, и переносите сведения в ERP, в ERP уже ведете бухгалтерский учет, то здесь у нас очень похожие блоки. То есть вот мы с вами посмотрим, например, блоки кадры. Как вы видите, здесь у нас вот есть работа с кадрами и так далее. И если мы с вами переходим на конфигурацию ERP, то практически блоки идентичны и соответствующие пункты. Поэтому, собственно, работу вот с этими блоками мы можем на примере, например, ERP рассматривать. И здесь у нас, собственно, в разделе «Водзаке учет» мы должны сообщать изменения по кадровым мероприятиям, то есть когда мы принимаем на работу какого-то сотрудника и когда мы увольняем какого-то сотрудника. В этом случае у нас срок предоставления информации 5 рабочих дней. Раньше этот срок составлял две недели, то есть, соответственно, в этом году период, так сказать, отчетности был сближен. Не на следующий день, например, как по бухгалтерскому учету и налоговому учету, но на следующий день как бы в течение 5 рабочих дней. Ну и, соответственно, если мы при приеме на работу сотрудника или при его увольнении, ну, скорее, при приеме, потому что сведения о сотруднике мы заполняем при приеме человека на работу, заполнили все аккуратненько и сейчас я выберу какую-нибудь жертву. Так, Андромеда, да, у нас? Вот тут у меня, по-моему, есть сотрудники. Сейчас мы их посмотрим. Да. Ну вот я выбираю первую попавшуюся жертву, то есть у нас есть сотрудник, и мы, соответственно, если какие-то изменения происходили, ну, например, заменили фамилию, там еще какие-то данные, то мы это должны написать. И при заполнении формируется листок сообщения, что сведения про сотрудника. И если мы все заполнили правильно и грамотно, не пропуская ничего, то у нас это все формируется в автоматическом режиме. И, соответственно, не будет требоваться дополнительно каких-то ручных корректировок. Ну, если, конечно, я бежала на пожар и заполнила только фамилию, имя, отчество, то есть все остальное мне потом придется в режиме ручного формирования выполнить. Еще один момент, то есть первоначальные настройки, которые требуются для работы с... для работы с... воинским учетом. То есть раздел НСИ и администрирование. Мы выбрали с вами кадровый учет. И, как вы видите, это... То есть раздел НСИ и администрирование, это у нас всегда, ну, если можно сказать так, грубые настройки. То есть мы задаем какие-то использования функциональных опций и каких-то дополнительных сервисов. То есть при работе с воинским учетом через НСИ и администрирование в разделе кадры мы задаем возможность работать с определенными настройками по воинскому учету. То есть мы спускаемся немножко ниже и вот у нас воинский учет в флажке. То есть проставление одного вот этого флажка, это у нас ведение воинского учета как такового. То есть в принципе в этом случае у нас сформируется один отчет, который мы должны задавать, естественно, военкомат. Но сейчас у нас многие предприятия имеют льготы, например, по мобилизационным мероприятиям, например, если это IT-фирмы. и в этом случае мы должны определиться, то есть имеют ваше предприятие такие льготы либо нет. Если ведется, то есть если вы имеете право, например, вести бронирование граждан на период мобилизации, на военное время, то мы ставим еще вот здесь флажок. И в этом случае у нас к отчетам, которые мы должны сформировать, добавляется еще два отчета. То есть два флажочка, которые мы ставим в этих настройках, обозначают, что мы должны сдавать три отчета в военкомат. Ну, соответственно, все остальные настройки мы с вами проверяем. То есть самое основное правило, которое действует при работе с разделом СЦИ администрирования, это мы внимательно читаем, что здесь у нас написано, читаем комментарии, если непонятно, и только после того, как мы внимательно прочли, что здесь написано, мы можем ставить отметочку. Практически здесь сложностей не особо много, потому что и данные достаточно детальные, как вы видите, подсказки, что это такое. И, собственно говоря, больше здесь ничего не требуется от сотрудника, кроме внимательности и, соответственно, хорошего знания вашего бизнес-процесса. После того, как мы с вами кадровый учет настроили, посмотрели, то, соответственно, мы уже можем и в разделе кадры, и в разделе зарплата смотреть с вами, ну, во-первых, отчет все по зарплатам мы можем смотреть. То есть, почему я на этом делаю акцент, потому что у нас есть в ERP раздел регламентированный учет, например, и здесь есть отчет, есть блок, называется 1С, это, собственно говоря, блок по работе с отчетностью и не только блок по работе с отчетностью, но и дополнительный сервис 1С, когда дается возможность предприятию напрямую обмениваться информацией с сайтом 1С. И точно такие же блоки у нас есть в разделах кадры и заработная плата. Такие же блоки у нас есть и в конфигурации 1С зуб, как я уже говорила. То есть, в этом случае отчеты по заработной плате и отчетность 1С, справки и так далее у нас есть в двух разделах. Это сделано для удобства, чтобы не надо было прыгать из раздела в раздел, ну и второй момент для того, чтобы можно было дифференцировать доступ, право доступа, у кого какие доступы. То есть, когда у нас выведена сюда отчетность по заработной плате, например, если мы используем этот блок, то у нас есть возможность смотреть вот такие операции. А когда у нас выведен регламентированный учет в этот раздел, то есть, мы переходим сюда, здесь, естественно, возможность посмотреть специализированные отчеты шире, но это не всегда и не всем сотрудникам нужно, то есть, мы можем настраивать на уровне прав и ролей права доступа. Ну, это отдельная как бы отдельная песня. Итак, на что мне еще хотелось обратить ваше внимание. На, собственно говоря, на дополнительные сервисы, которые у нас есть в программах. Ну, один сервис я только что сейчас озвучила, то есть, это сервис 1С отчетность, не раздел, а сервис поподробнее посмотреть этот сервис, мы можем обычно запуская этот раздел, потому что в этом случае программа быстренько сама себя хвалит, тупичством какая она замечательная и незаменимая, и более подробно про этот сервис можно прочитать вот по гиперссылке. Подключиться к ней тоже несложно, вопрос только, ну, скажем, в деньгах, потому что если у вас подписка ТС-ПРОФ, то вы можете подключить одно юридическое лицо бесплатно, без денег. Но чаще всего, естественно, юрлицо бывает не одно, поэтому дополнительные юрлица надо платить денежку. Денежка небольшая, ну, порядка 4-5 тысяч. Допустим, здесь зависит от лицензии, от количества лицензии, сколько вы хотите делать. Вот, и еще дополнительно, дополнительный сервис, это личные кабинеты. Обратите внимание, личных кабинетов у нас несколько, то есть есть личные кабинеты, которые в разделе 1С отчетность, это личные кабинеты вашей организации, то есть, видите, это бывшие ФСС, два кабинета, то есть, это кабинет по камералкам и по работе с электронными больничными листками, соц обеспечением и так далее, ну, и, соответственно, налоговые органы, все такое. И, обратите внимание, Банк России. Вот, Банк России, это вообще интересный очень сервис, то есть, это раздел, который позволяет автоматизировать подготовку отчетных документов для банка, если у вас есть какие-то, например, кредитные продукты, там, кредитные линии, ну, и так далее. Я сейчас, к сожалению, не смогу показать, потому что у нас демо-версия, она не подключена, она подключается, ну, по вашим реквизитам, естественно, к банку. То есть, здесь можно машиночитаемые доверенности сформировать и сформировать комплект документов, которые требуются для банка, например, там, промежуточные балансовые отчеты, расшифровки по определенным оборотным ведомостям, например, по основным средствам и так далее. Ну, что чаще всего требует банк основные средства, товароматериальные ценности и так далее. То есть, это все, что касается личных кабинетов ваших организаций, то есть, юридических лиц. Обратите внимание на статистику. То есть, вот у нас есть возможность переходить в портал статистики и то, что требуется в этом году сделать в обязательном порядке, это потратить лишние пять минут, зайти на портал статистики и проверить по вашему ИНН, соответственно, какие отчеты вы должны издавать, потому что было достаточно много отчетов дополнительной статистики, которые сформировали. И вы можете по выборке попасть под задачу какой-то специализированной отчетности, каких-то специализированных форм. А в этом году в общем-то очень большие штрафные санкции статистика применяют уже на практике. В прошлом году декларативно на самом деле статистика имела право штрафовать за не сдачу на нарушение сроков достаточно давно. Практически она стала применять эти санкции с 2021 года. 2022 год до 2023 год это уже активное применение штрафных санкций. Ну а в этом году к сожалению уже большинство переходных периодов закончено и штрафные санкции будут по полной программе. А это достаточно серьезные штрафы. то есть от 70 тысяч для первого случая и при повторном правонарушении это уже до 150 тысяч. Согласитесь, проще потратить 10 минут и проверить, что вы должны сдавать в этом году, чем платить такие суммы. Так, теперь мы отсюда сейчас уходим. Так, и еще раздел, поскольку мы с вами в общем-то говорим про НДФЛ это еще один вид личных кабинетов. То есть у нас допустим на разделе кадры есть вот такой вот сервис 1С кабинет сотрудника. Выглядит это вот так. То есть это возможность подключить такой сервис и он достаточно хорошо облегчает работу и бухгалтеру, ну и соответственно либо кадровику, кто заведует справками, там выдачей справок сотрудникам, ну и самим сотрудникам, потому что им не надо бежать ловить бухгалтера или кадровика и так далее. То есть это личный кабинет сотрудника, в котором он может сформировать отчеты, которые чаще всего у него просят, например, либо банки. это справка 2 НДФЛ, либо еще в каких-то случаях, например, на получение каких-то субсидий и так далее. Вот это уже именно по сведениям, которые касаются физического лица. Для того, чтобы подключить, ну более подробно тоже можно почитать по ссылочке, и для того, чтобы подключить, достаточно нажать кнопочку и ну обычно вот эти сведения заполняют IT-специалисты предприятия, то есть подключение. Оно несложно, но тем не менее требует все-таки некоторых специализированных навыков. И теперь еще один момент. Это наша с вами учетная политика и разделы зарплаты и кадры. И здесь мне хотелось вот на закладочке общей информации обратить внимание вот на что. То есть практически если вы являетесь подписчиком ИТС, то у вас может быть либо бесплатный сервис, если это профверсия, либо платный, но стоит он например порядка 4800 рублей за год, это проверка контрагента. Поскольку сейчас практически в прошлом году, в 2022 году очень большое внимание уделяли проверке именно налогоплательщика, то есть что это не фирма одоневка, что это реально действующее предприятие, что это не обналичка, что вы там не спонсируете весь мировой терроризм и так далее, то этот сервис на самом деле очень во-первых актуальный, а во-вторых он элементарно удобный, комфортный, поскольку он экономит время на заполнение сведений про предприятия, как про ваших контрагентов, так и про вас. Значит это сервис проверки контрагентов, работает он знаком достаточно многим, во всяком случае, если вы работаете с 11 не первый день, то вы с ним знакомы, то есть вы вводите ИНН и вот по этой стрелочке дальше, из официальных источников информация по регистрации предприятия, юрлица у вас заполняется в справочнике вашей организации, в этом случае вам не надо заполнять адреса, телефон, регистрационные данные, у вас все заполняется в автоматическом виде, это раз, два, это вы избегаете всяких синтаксических ошибок, то есть правописание у вас будет уже именно такое, как например в ЕГРЮ, и третий момент, вы в общем-то подстрахованы от создания дублей, потому что программа например, если у вас называется ООО промресурс, то я могу ввести например, лишние пробелы, программа будет воспринимать это уже как другое юрлицо, и в этом случае могут возникать дубли, то есть промресурс с одной запятой, промресурс с пробелом после, с пробелом до и так далее, то есть сервис проверка контрагентов, он дает возможность таких ошибок избежать. и второй момент сразу заполняются уже с учетом классификаторов адресные данные, то есть в этом случае уже многие документы, которыми вы работаете в последующем не будут выдавать вам ошибки или требуют дополнительного заполнения сведений. И обратите внимание, то есть то, что еще вызывает достаточно много вопросов, то есть мы заполняем при заполнении карточки юридический адрес, фактический адрес и почтовый адрес, то есть юридические и фактические адреса у нас используются при формировании НДСных документов, то есть и в ОПД, и в счете фактуре у нас вот эти сведения указываются в печатной форме. Ну и регистрационные данные, это соответственно все ваши коды, регистрации в налоговых органах, ну то есть все такие как бы ну технически если можно так выразиться сведения и соответственно это ну скажем так подстраховка от ошибок, которые связаны чисто с физическим ресурсом так сказать с физическими лицами. На этом мы с вами переключаемся снова на наши слайдики. Я хочу еще раз показать вам наш титульный лист. Мы в общем-то поговорили про все наши сегодняшние пункты, которые предполагали и разрешите на этом попрощаться с вами и пригласить к сотрудничеству. Будем очень рады оказаться вам полезными. Спасибо за время, которое вы нам уделили за внимание. Всего доброго и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Субтитры создавал DimaTorzok